Интересные дела происходят на России. 11 марта журнал «Военно-промышленный курьер» написал о том, что было утверждено Роскосмосом техническое задание на так называемую разработку демонстративного образца квантового двигателя, который якобы изобрел Владимир Леонов. Есть такой мошенник в науке, выдающий себя за изобретателя. Этим делом занялся журналист, член комиссии РАН по борьбе с лженауками Александр Сергеев, который давно занимается этим вопросом и утверждает, что так называемый квантовый двигатель, который якобы был изобретен в России и вот-вот появится готовый действенный образец, на самом деле противоречит элементарным, базовым законам физики. И журналист, занимающийся этой проблемой, считает позорным для Роскосмоса сам факт того, что они вели какие-то диалоги с господином Леоном. Прежде несколько слов о Владимире Леонове, который является автором этого фантастического проекта. Двигатель, который он предлагает, называют варп-двигателем, по аналогии двигателя из фильма «Стартрек». Другие называют его квантовым двигателем, но это на самом деле все выдумки. Основная особенность подобных выдумок заключается в том, что они грубо противоречат установленным, хорошо проверенным научным фактам. Принципу сохранения энергии, закону сохранения импульса и так далее. Если бы такие вещи могли существовать теоретически, это давным-давно проявлялось бы в огромном количестве физических экспериментов. На сегодняшний день можно сказать, что существующие эксперименты и теории, на них построенные, полностью исключают возможность создания подобных двигателей. Если бы они были возможны, то не работала бы вся остальная физика. Точка. НЛО — это реальные летательные аппараты в нашем небе в ближнем космосе, появление которых фиксируют и военные, и ученые. Однако до сих пор никто не мог объяснить, как они летают. Шары и диски абсолютно бесшумно появляются ниоткуда, зависают где хотят, мгновенно набирают скорость и показывают чудеса маневрирования. Но, возможно, сегодня мы как никогда близки к разгадке их тайны. Российский физик Владимир Леонов в шаге от создания суперкорабля. И вот, что он рассказал нам в эксклюзивном интервью. Я сам видел летающие тарелки. Я не просто там верю в это дело, но я сам несколько раз видел такие аппараты. Объяснить с точки зрения современной физики мы не можем, почему они летают. У них нет реактивных двигателей, у них нет винтов, у них нет других каких-то там таких устройств. Ну, просто висит себе аппарат, так и потом раз он полетел. На каких принципах современная наука не знает. Но эти явления как факт мы наблюдаем. Допуская идею, что в физическом вакууме нет материи, но есть поле. Многие научные теории такое предполагают. Хотя пока это и не доказано. Но именно так Владимир Леонов и создал свой квантовый двигатель. И он работает. Эти кадры лабораторных испытаний летающей платформы обещают нам одной из самых громких сенсаций будущего. Это именно тесты квантового двигателя с горизонтальной тягой в 50 килограммов. Опытно делал много шума в научном мире и не везде был принят благосклонно. На видеоплатформа еще не парит в воздухе. Но с тех пор прошло несколько лет. И рабочий образец превратился в аппарат с вертикальным взлетом. В сегодняшний день я имею порядка, могу назвать порядка 10 различных способов взаимодействия с вакуумным квантованным пространством, где мы можем создавать различного типа вот эти двигатели. Автор изобретения уверяет, что он победил гравитацию. Более того, сегодня Владимир Леонов разрабатывает модели шаттлов, которые доставят человека на Марс за два дня. И даже вернут обратно. А еще он обещает нам летающие автомобили и решение проблем с нефтью. Я разработал технические задания на те аппараты, которые уже сейчас можно построить. И осуществить полеты, например, до Марса с полной компенсацией невесомости. Полет до Марса будет длиться всего 42 часа с полной компенсацией невесомости. Идея этого двигателя противоречит всем законам физики, законам Вселенной. Люди, которые изобретают вечные двигатели, телепортации или машины времени, были всегда. Заниматься подобными вещами, это все равно, что доказывать, что Земля плоская и старит на трех слонах. Но, кстати, в современной России это давно уже никого не напрягает. Ведь выходят целые передачи об этом. Владимир Леонов утверждает, что открыл неизвестной науке пятый вид взаимодействия. Пока в Роскосмосе были вменяемые люди, эта тема отметалась с порога. Сейчас она возникла потому, что во главе Роскосмоса совершенно некомпетентные люди. Некомпетентные, начиная с уровня средней школы. Профессиональный научный уровень руководителей Роскосмоса упал настолько, что вы можете прийти туда с проектом ковра самолета, сапогов скороходов, шапки-невидимки. Ведь они готовы будут вас спонсировать за счет государства по доказательству, возможно ли эти явления или не возможно. Вот именно это пытается сказать журналист Сергеев, утверждая, что все в Роскосмосе абсолютные неучи, что они допускают себе возможность существования подобного двигателя. По сути, говорит Сергеев, мы пытаемся с точки зрения здравого смысла оценивать действия идиотов. Знаете ли вы что-то о Владимире Леонове, который говорит, что изобрел нереактивные квантовые двигатели, что вообще не так с идеей антигравитационного двигателя? Как работают обычные ракетные двигатели и какой принцип якобы заложен в основу КВД? Ну, смотрите, обычные ракетные двигатели работают по обычному третьему закону Ньютона, то есть действие равно противодействию. Сколько отбрасываем импульса, то есть масса на скорость, столько мы получаем для ракеты. Соответственно, приходится тащить с собой большую массу топлива, сжигать его по возможности при высокой температуре, чтобы оно как следует разгонялось, и отбрасывать. Ну, соответственно, ракета летит в противоположную сторону. Это требует огромных затрат. Все дорого, тяжело, нужно тащить большую массу. Для того, чтобы вывести на орбиту килограмм, нужно затратить десятки, а иногда и сотни килограмм горючего. Естественно, хочется чего-то фантастического. И фантастические проекты двигателей периодически появляются. И Владимир Леонов, он как раз является автором одного из фантастических проектов двигателей. Ну, называются они по-разному. Кто-то называет варп, по аналогии с двигателями из Стартрека, звездного пути. Кто-то вот называет квантовые двигатели. Это все выдумки. Основная особенность подобных выдумок заключается в том, что они грубо противоречат установленным твердо, очень хорошо проверенным научным фактам. Таким вот, как, например, принцип действия равно противодействию, или принципу сохранения энергии. Если бы такие вещи могли существовать, то это совершенно, безусловно, проявилось бы в огромном количестве тонких, да и не только тонких, физических экспериментов давным-давно. То есть на сегодняшний день можно сказать, что существующие эксперименты и теории, естественно, на них построенные, они полностью закрывают возможность подобных двигателей. Если бы это было так, то вся остальная физика тоже не работала бы. Поэтому отношение к таким изобретателям, оно, ну, достаточно, понятно, юмористическое такое. Ну, что поделать, если человек что-то такое изобретает? Ему же не запретишь. По-настоящему, так сказать, грустный такой смех возникает, когда к ним начинают относиться всерьез в организациях, несущих ответственность за принятие важных решений, за средства, за, там, космос тот же самый, да? Ну, они, естественно, эти люди постоянно осаждают такие организации своими письмами, докучают, жалуются, могут даже в суд иногда подавать, что их не рассматривают и так далее. Что касается конкретно Владимира Леонова, он представляется постоянно как лауреат премии правительства России, большой, соответственно, ученый и изобретатель. Но если теперь копнуть, кто же он все-таки на самом деле, то выясняется вот какая интересная деталь. В 1995 году он действительно получил премию правительства России в области науки и техники в составе коллектива, который занимался разработкой и выпуском и внедрением в сельскохозяйственное производство диэлектрических сепараторов семян. То есть он агротехнический инженер. И в этом проекте он даже не был руководителем. Он был там просто одним из научных сотрудников, кандидат технических наук. Собственно говоря, вот это весь его бэкграунд. И он осаждает тот же Роскосмос своими письмами. И Роскосмос все их игнорировал. И он на это жаловался постоянно. И в своем блоге он на это жалуется. И вот вдруг что-то меняется. Вдруг оказывается, что к нему проявляют интерес в Роскосмосе. В прессе прошло сообщение, что они вот уже выдали деньги, утвердили техзадания на разработку квантового двигателя. Судя по всему, это некоторое оказалось преувеличение, потому что вся такая информация идет всегда не совсем надежными каналами. А там собрались люди, сторонники этого двигателя и стали рассказывать немножко небылиц. Советник по науке заявил буквально, что да, информация этого, что мы уже занимаемся разработкой, это не соответствует действительности. И Дмитрий Олегович Рогозин не давал такого поручения. Но нами действительно сформулировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор, то есть Владимир Леонов. То есть они всерьез это восприняли в достаточной степени, чтобы сделать такое техническое задание на уровне Роскосмоса, большой корпорации. Они просто не понимают, что их не вполне адекватно рассуждающий человек, ну в некотором смысле спамит своими выдумками фантастическими. Они на эту тему проводят испытания, готовы проводить. Они, правда, говорят, что мы знаем и разделяем сдержанность позиции РАН. РАН — не сдержанность позиции, РАН — категорическое отрицание, то есть это все лженаука. Но в то же время, говорит Лошенко, мы понимаем, что если мы научимся квантовать гравитационное поле, то, значит, будет Нобелевская премия. И вот они готовы с этим сельхознаук-кандидатом вести речь и испытания какие-то. Проблема не в том, что есть такой изобретатель. Такие изобретатели всегда были и будут. Проблема в том, что, видимо, в Роскосмосе серьезная проблема со спам-фильтрами. Они теряют способность отличать реальную науку от воображаемой. И даже если они сейчас еще не утвердили тех заданий прямо на производство этого двигателя, то, что они вообще вступают в этот разговор, то, что они здесь видят предмет для обсуждения, это говорит о том, что там утрачена научная экспертиза. И то, что вообще подобный скандал возникает, это в некотором смысле ставит под вопрос профессиональный статус тех, кто этим занимается.